И посмотрите, какая классная фишка. Посмотрите, какая интересная комбинация. Не утихают споры на нашем YouTube-канале по поводу полотенцесушителей. Кстати, особенность этой квартиры, что здесь сделано. Еще классная фишка – это вечный вопрос. Всем привет! Сегодня мы снимаем обзор на наш проект в жилом комплексе «Академика Павлова». Это двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров. Квартира площадью 62 квадратных метра. Застройщик сдавал в голом бетоне. Никаких демонтажных работ не было. Кстати, с этого проекта у нас есть ролик по инженерному ремонту. Поэтому ссылочка будет в описании. Будет интересно. Зайдите, посмотрите, как сделаны инженерные коммуникации в этом проекте. Обзор мы начнем с коридора. Входную дверь мы заменили. По левую сторону у нас шкаф для верхней одежды. И посмотрите, какая классная фишка. Смонтировать в шкафу электрический щиток. Крышку можно не монтировать. У вас есть доступ ко всем автоматам и узорщикам. Здесь вешаете верхнюю одежду. Очень удобно и практично. На полу у нас керамогранит. А здесь инженерная доска. Тем самым мы отсекли грязную зону и чистую зону. По правую руку у меня мастер-выключатель, который отключает все освещение по всей квартире. Если вы забыли выключить свет в комнате, либо на кухне, ботинки уже одели, при помощи этого выключателя можно выключить весь свет по всей квартире. Проходим дальше. По левую сторону у нас ванная комната. Здесь у нас огромное зеркало, раквина, ванная. И, соответственно, здесь у нас висит полотенцесушитель. Посмотрите, какая интересная комбинация кораллового цвета с белым керамогранитом. Особая фишка – это подсветка под низом ванны. Смотрится очень стильно и добавляет определенную изюминку в данную ванну. Подсветка зеркала. Сейчас это уже классика. Иногда подсветку у нас по периметру, как здесь, иногда подсветку делают за зеркалом. То есть вам нужно только выбрать вариант, который подходит конкретно именно под вас. Тут хотел руки помыть и не понимал, как работает смеситель. Оказалось, все проще. Мы просто нажимаем на смеситель и льется вода. Не утихают споры на нашем YouTube-канале по поводу полотенцесушителей. По нашему мнению, он должен быть только электрическим, никаких водяных. И в данном случае мы поставили электрический полотенцесушитель. Он вечный, будет работать у вас 30-50 лет. Проходим дальше и попадаем в комнату. Обожаю белые двери. И в данном случае, посмотрите, есть небольшой рисунок в виде вот таких вот прорезей, полосок. Они сделаны в хаотичном порядке. Если хотите добавить какую-то изюминку в свой интерьер, то можно выбрать вот такие вот двери. Кстати, особенность этой квартиры, что здесь сделана полная шумоизоляция и пола, стен и потолка, потому что это последний этаж, 28-й. И сверху у нас стоят вентиляционные установки, которые очень сильно шумят. И пожелание заказчика было в том, чтобы максимально снизить шум, который идет от этого оборудования. Еще классная фишка – это электрические карнизы. Так выглядит. Это у нас стоит мотор. Вот направляющая шина, по которой будут кататься шторы. Если по каким-то причинам у вас нету света, куда-то делся пульт, всегда можно открыть вручную. И также вот в этом месте смонтирован блок питания для светодиодной подсветки. По классике сделаны розетки в оконных откосах. Очень удобно положить сюда телефон, какой-то торшер, люстру и, соответственно, подключить в эту розетку. Здесь у нас будет стоять кровать, и для тумбочек сделали розетки. Так как у нас интерьер весь белый, отличное решение было сделать механизмы в черном цвете. По периметру у нас смонтированы полиуретановые карнизы высотой 15 см. А сам потолок у нас сделан из зипс-панелей и отшпаклеван и покрашен. Проходим дальше по коридору. И смотрите, что мы смонтировали здесь. Это у нас ночная подсветка. На потолке она выглядит вот таким образом. И ночью на полу, когда нет света, то же самое вот такое вот светлое пятно, оно снизу. Этот свет абсолютно неяркий, комфортный. То есть вы можете его постоянно держать включенным, и он вам не будет мешать. Здесь у нас сделана ниша для шкафа. И смонтировали слаботочный щит. Здесь у нас будет стоять роутер. И все выходы, вот можете видеть, заведены в это место. Обязательно посмотрите ролик по инженерному ремонту с этого проекта. Там это все наглядно показано, как проложены провода, отопление и водоснабжение. Дальше мы с вами попадаем в детскую комнату. Здесь у нас поклеены фотообои. Вот два зайца. Один на велосипеде, другой поливает цветы. И, кстати, вот третий зайц куда-то уже улетает. И вот этот мне светильник очень понравился. Здесь два выключателя, два режима. Сначала у вас подсветка по периметру и точная подсветка, если, допустим, вы сели читать газету, либо там морзилку, либо какую-то книжку интересную. Для того, чтобы ребенку было не скучно, смонтирована диодная подсветка, которая играет всеми цветами радуги. Есть специальный пульт, который настраивает чистоту, цвет данной светодиодной подсветки. В этом месте у нас будет стоять письменный стол для того, чтобы нужно было делать уроки. Здесь будет чуть позже смонтирован шкаф. Он уже к нам едет и через недельку его уже смонтируют. Дальше мы попадаем в гостевой санузел. Здесь у нас тоже огромное зеркало с подсветкой. Сейчас я включу. Вот оно тоже сделано по периметру зеркала. Частенько встает вопрос, как спрятать инженерные коммуникации. Сделать скрытый люк, либо какие-то дверцы. В данном случае мы сделали мебельные дверцы на заказ. Вы их открываете, автоматически включается подсветка. И здесь у вас все инженерные коммуникации. Здесь и водоснабжение, и отопление. Все в одном месте. Очень удобно, практично. Есть доступ. Можно провести какую-то влажную уборку. Здесь никогда не будет копиться пыль. Но вот еще проточный нагреватель спрятан в этом месте. Плитка вот эта бомбического цвета. Плюс ее узор, конечно, смотрится фантастически. В комбинации вот с этим интересным керамогранитом белого цвета. С такими вот серыми вкраплениями. Естественно, классика сейчас. Это стиральная и сушильная машина. Они устанавливаются одну на другую. В различных вариациях, как вам больше нравится. И сверху еще осталось место. Здесь можно смонтировать шкаф по вот этим размерам. Мы специально под габариты стиральной и сушильной машины формировали эту нишу, чтобы сюда спокойно все залезло. И здесь, соответственно, достаточно места, чтобы сюда подойти и открыть, положить и вынуть одежду. Выходим из гостевого санузла и попадаем на кухню. Вот, пожалуйста, у нас такая интересная кухня. Тоже в белых тонах. Смотрится она космически. И особую роль в этом играет фартук. Цвет плитки под фартук выбирали исходя из той мебели. То есть сначала мы выбрали мебель. Она вот будет точно-точно такого же цвета. А потом уже подбирали плитку. Она прямоугольной формы. Немножко блестит, глянцевая. И вот переливается. То есть ее фактура неровная. И смотрится она просто космос. Здесь будет у нас духовой шкаф. Он тоже едет. Будет где-то через 2-3 дня. Мы его смонтируем. И все, кухня будет готова. Холодильник у нас расположился здесь. Сейчас я вам покажу. Вот он холодильник. А снизу морозильная камера. Здесь у нас варочная панель. Мойка. Это микроволновка. Частенько кухонщики говорят, что невозможно сделать кухню до самого потолка. Но вот, пожалуйста. Это все реально. Все возможно. Главное, чтобы было желание. Плюс еще здесь сделали вентиляционную решетку. И за этой панелью у нас идет воздуховод, который уходит в общедомовую вентиляцию. Огромное количество подсветки. Сверху, снизу. То есть кухонная зона должна у нас хорошо освещаться. Чтобы можно было понимать, что режут, что готовят. Чтобы получилось максимально вкусно. Кухня сделана без ручек. То есть открывание ее происходит вот таким вот образом. Снизу. Поддеваете и открываете шкафы. Плинтуса никакого нету. То есть все сделано впритык. Никаких щелей. Все максимально ровно. То есть вам должны кухню смонтировать ровно. И фартук должен быть уложен максимально без всяких отклонений. Вечный вопрос. Что монтировать? Сначала кухню, потом фартук, либо фартук, потом кухню. Ответ однозначный. Сначала вы монтируете фартук из вашего керамогранита, либо керамической плитки. А потом уже монтируете кухню. Просто если вы сначала монтируете кухню, а потом укладываете плитку, то плиточник должен, когда уже смонтирована кухня, максимально аккуратно, с хирургической точностью монтировать эту плитку. Плитка, вы понимаете, что это грязные процессы, пыль, можно кухню поцарапать. Кухня стоит дорого в наши времена. Поэтому сначала вы максимально ровно выкладываете фартук, а потом уже монтируете кухню. Чуть дальше от кухни будет стоять кухонный стол. Вокруг будут стулья, которые у нас под цвет фартука. И здесь вы можете видеть на стене смонтированный бризер. Что это такое и с чем его едят? Бурится отверстие на улицу, прокладывается воздуховод и заводится в это оборудование. Закачивается воздух с улицы при помощи бризера, фильтруется. И у вас в квартире постоянно свежий воздух. Не надо открывать окно. Стоят фильтра, вы их периодически меняете в зависимости от того времени, каким вы пользуетесь бризером. Сейчас вам расскажу очень классную фишку. Только для подписчиков нашего канала, для наших зрителей. Никому не говорите. Надеюсь, это далеко не выйдет. Здесь у нас смонтирован натяжной потолок. По всей квартире у нас зипс, но на кухне сделан натяжной. И вот это прорезиненный штапик черного цвета. По классике он должен быть белый. Но в данном случае стоит черный. И издалека это смотрится как будто теневой профиль. Если поставить стремянку, залезть, то понятно, что вы увидите, что это штапик прорезиненный. Но издалека выглядит как будто теневой профиль. И смотрится это максимально дорого и эффектно. Поэтому такое решение можете применить у себя на квартире. Даже если вы уже смонтировали белый штапик, его можно снять и заменить на черный. Как всегда наши заказчики знают, какие люстры выбирать. Здесь у нас три кольца в одной плоскости. Здесь в таком хаотичном порядке. И с этими люстрами был один интересный момент. Вот эти три кольца должны стоять там, а звезда Мебиуса должна находиться вот в этом месте. И если мы их не поменяли местами, то открывая вот эту дверцу, можно было упираться вот в эту люстру. Поэтому хорошо, что поменяли местами, заказчик вовремя поменял решение. И, соответственно, ничего не пришлось переделывать. Вот такой интересный проект у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях. Либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok